Приветствую! С вами Рами Коваров из Oslo Photo Tour. И сегодня я вам буду рассказывать о моём втором «я». Немножко звучит как шизофрения, но не переживайте, дело намного проще. Я буду рассказывать о своей второй профессии – водитель автобуса. И это не та профессия или не то занятие, которое я особо афишировал. Я, скажем так, пока не столкнулся с Инстаграмом, даже и не думал об этом рассказывать. Так что, скажем так, моя несколько тайная сторона. И начнём мы сегодня «Почему вдруг я и вождение автобуса?». В общем-то, в душе я не водитель, но так уж сложилась жизнь, что я им стал. И я думаю, прежде всего, это связано с тем, что у каждого из нас склад ума на какую-то определённую профессию. Я не могу сказать, что я прямо вот водитель в душе, но в голове. Это когда вот вы ведёте машину, вам тяжело, вы устаете, напрягаетесь. Я – нет. Вождить грузовик или автобус – то же самое, я могу. Расслабленный. И, честно скажу, в общем-то, работа довольно хорошая. Но сначала, с чего началось вождение автобуса? Началось оно с того, что, когда я приехал в Израиль, а это было в возрасте примерно 17 лет, то, когда подошло моё время служить в армии, у меня уже было около 20. А в 20 – это не 18, и мне захотелось из армии получить что-то, а не просто бегать с автоматом, взорваться в окопы. И я пошёл в водители грузовиком. В общем-то, это и довольно интересная идея, потому что, учась на военного водителя, вы получаете бесплатные гражданские права и на грузовик, и на легковую машину. А права получить – это, в общем-то, не дешёвое удовольствие. Кстати, в Израильской армии я даже был водителем скорой помощи. Ну, закончил я свою службу. И лет, наверное, на 15 забыл, что такое вождение. Приехал я в Норвегию. В руках у меня две профессии – фотограф и международное управление бизнеса. Стал отправлять свои CV, биографию, поиск работы туда-сюда. Никому не нужен фотограф, естественно. Ну, а человек, который только студент свежий, законченный высшую школу по экономике, и тем более без знания языка и норвежской реальности, никому не нужен. Ну, и я пошёл в государственную службу трудоустройства, НАВ, для тех, кто живёт в Норвегии, и попросил у них курсы водителя автобуса. В то время это начало... Нет, это не начало. Это 2007-2008 год. Вот ситуация в стране была несколько другая. Мне кажется, сейчас экономически немного хуже. И тогда мне полностью оплатили курсы на водителя автобуса. Оплачивали даже поездки на эти курсы. В общем, получилось так, что образование, если бы я делал сам, в Норвегии стоит примерно 15-20 тысяч евро. Это очень дорого. Я получил бесплатно. И начал водить автобус. То есть, на сегодняшний день у меня примерно стаж 10 лет. Но это не значит, что я все дни напролёт провожу за рулём. Эта работа, если так вот честно сказать, она гробит здоровье. И поэтому, отработав, по-моему, первые 3 или 4 года на полную занятость, я потихоньку перешёл на 70, на 50. И было время, даже работал, то, что называется, как гачу, как фрилансер. Я на работу писал заявление, когда хочу, во сколько хочу. И мне, как правило, отдавали смену. Или звонили, предлагали сами. Ну, а сегодня, по некоторым причинам, то есть, я вернулся опять на полставки. Это не потому, что вдруг мало туристов или ещё чего-то. Просто так жизнь сложилась. Мне пришлось вернуться на полставки. Полставки – это значит 2-3 смены в неделю. В общем, совершенно не напрягает. Можно отдохнуть от семьи. Есть время подумать о жизни. В общем, мне нравится. И что ещё важно? Я сам себе хозяин. Представьте, вы сидите в офисе. Постоянно к вам может подойти начальник. Как дела? Что делаешь? А тут оно своего рода как гид. Я сам. Я решаю всё за себя. И совершенно не напрягаюсь от общества, начальства. И это мне, как оказалось, очень важно. Потому что сейчас, когда я занимался поиском работы, и влиться в коллектив, как бы мне ни хотелось, я всё-таки побаиваюсь, потому что я привык к огромной гибкости и личной свободе, и лишению всего чего-либо. В общем-то, это была моя первая часть. Пишите свои вопросы. Я уверен, что... Я уверен, что будет мне о чём рассказать и далее. Ну и до встречи на экскурсиях. Ну и, конечно же, хорошего дня. Всего доброго.